ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект рок-энциклопедия от A.D.Z. И сегодня мы узнаем о группе Хёшкиду! Несмотря на то, что Хёшкиду, взявшие себе название в честь популярной в Дании настольной игры, начинали как хардкор-команда, впоследствии в их музыке непостижимым образом проявились элементы фолка шестидесятнического поп-рока, психоделий и даже блюза, впрочем, тщательно спрятанного под толстым слоем агрессии и гитарного фидбэка, а трешевый ритм удачно гармонировал с мелодизмом. За всей этой уникальностью скрывался недюжинный талант главных композиторов группы, гитариста Боба Моуда и барабанщика Гранта Харта. Стилевой подход у них был разный, первый стремился сделать что-нибудь яростное, а второго больше прельчали мелодии, но это не мешало им работать вместе и производить музыку, повлиявшую на последующее поколение альтернативщиков и поп-панкеров. А началось всё в конце 70-х, когда бывший в то время студентом Моул познакомился с продавцом громпластинок Хартом. У обоих парней нашлись общие вкусы в виде Рамоунс, и поэтому они решили сколотить собственную группу. На подмогу им пришли бас-гитарист Грек Нортон и клавишник Чарли Пайн, но последний не успел отыграть и пары концертов, как его выставили за дверь. Таким образом, состав Хёрст Киду приобрёл формат трио и оставался неизменным на протяжении всей дальнейшей карьеры. Первое время команда нарезала первобытный хардкор в клубах родного Миннеаполиса, но ничего особого не происходило, пока парни не выступили на разогреве у Black Flag. С этого момента публика стала проявлять к ним повышенный интерес, и в 1981 году на лейблитфере Кацмана Reflex Records вышел их первый сингл «Статуис». Далее последовали путешествия по американским городам и бесям, а в январе 1982 на фирме чернофлажника Грега Джинда SST Records вышел записанный живьём дебютный альбом «Land Speed Record». Спустя год на свет появился студийник Everything Falls Apart, сохранивший хардкоровое звучание своего концертного предшественника. Изменения в саунде начались несколько позже, когда вышел EP Metal Socus, где уже можно было уловить мелодии, особенно в песнях, исполненных хартом. Наконец, в июле 1984-го SST Records выпустила самую значительную работу в Хёшкиду – двойной концептуальный альбом Zen Arcade, что являлось выпадающим из традиций панк-сцены событием. Тут музыканты развернулись в полную силу и приготовили тот самый фирменный коктейль, за который их и полюбил народ. Работы в избранном направлении продолжились, и на следующий год коллектив выпустил ещё пару альбомов, сделанных в сходном ключе. При этом Flip Your Week имел более чистый и максимально приближенный к мейнстриму саунд. SST, ранее печатавшая тиражи не более тысячи экземпляров, теперь уже не справлялась со своей задачей по удовлетворению спроса на продукцию и Хёшкиду, поэтому музыканты приняли решение уйти на мажорный лейбл Warner Bros. Многие обвинили команду в продажности, однако коллектив заключил контракт с сохранением творческой свободы и таким образом указал путь для других инди-групп типа Sonic Youth. На Warner музыканты выпустили пару альбомов, Candy Apple Grey и вылизанный до блеска двойник Warehouse Songs and Stories, причём оба релиза побывали в топ-200 билборд, были тепло встречены критиками и пользовались популярностью в основном на студенческих радиостанциях. Тем временем внутри коллектива обстановка складывалась не очень хорошо, Харт торчал на героине, а неприемлющий наркоту Мол попросту пьянствовал. Их эго всё чаще не находили взаимопонимания, а когда менеджер Хэлс Кюду окончил жизнь с обоубийством, и Боб постарался взять власть в свои руки, вообще всё пошло наперекосяк. В поддержку Warehouse в Songs and Stories группа всё же отыграла последнее турне, но по окончании концертов было объявлено о её распуске. Молд и Харт продолжили работу в сольных проектах, а Нортон ушёл в ресторанный бизнес. В 1994-м фирма Warner опубликовала концертные записи The Living End, а в 2017-м после смерти Гранта Лейго Нумера выпустил сборник редких треков Savage Young Do. Субтитры создавал DimaTorzok